Здравствуйте, коллеги! Я муниципальный депутат, помимо всего прочего, Алексей Завелок-Меносий. Да-да-да, я про свидания. Ничего страшного. Много различных наименований, судя на. Собственно, тема очень обширная, тема очень важная и, естественно, в двух часах, и даже в двух сутках, да, из-за два года они расскажут шею всю, тем более все эти инструменты, которые используются сегодня, завтра они будут уже несколько другие, а через год они будут иметь другое название и другой функционал. Вот в теме мне понравилась такая фраза «простые, но надежные инструменты». Вообще в IT-области словосочетание «просто и надежное» оно очень и очень относительное, потому что то, что просто для специалистов, для обычных пользователей может казаться непостижимым, а надежность вовсе относительная. Все строится на доверии, вы ставите себе операционную систему, вы полностью доверяете свои данные производители операционной системы, вы строите себе какой-то инструмент, начинаете пользоваться инструментом, вы полностью доверяете в рамках полномочия этого инструмента свои данные. Насколько он надежен, ну, это вопрос времени, время покажет. Ну, собственно, поехали. Прежде всего говорить о безопасности, нужно определить круг опасности, то есть что нам угрожает. Что нам угрожает в сети, что нам угрожает локально. На самом деле, вот эта даже фраза «в сети», она сейчас может не упоминаться, потому что в сети мы живем практически 24 часа в сутки в то или иное. Это может быть мобильная сеть, это может быть сеть интернет, тем не менее мы в ней находимся. Какие опасности существуют? Я очень сильно укрупнил и обозвал их так. Несанкционированный доступ к информации. Что это такое? То есть когда к информации, которую контролируете вы, получен несанкционированный доступ. Несанкционированный, значит, без вашего разрешения. Что может произойти в этом случае с информацией? Есть несколько вариантов. Ее могут уничтожить, или она может быть уничтожена. Ее могут скачать и как-то использовать, опять же, против вашей воли. И ее могут шантажировать, то есть фактически не скачивать, но тем не менее она будет использоваться против вас. Это очень интересный пункт, который набирает свою популярность. И я встречал пример с кандидатом наук, который хранил все свои труды на компьютере, как обычно у него губерзированного копирования, статьи, научные работы, программы. И, подхватив один из последних интересных вирусов, шифровальщиков, он получает сообщение о том, что для того, чтобы информацию расшифровать, необходимо заплатить определенную сумму. Таким образом, информация хранится фактически у нее на компьютере. Она никуда не скачивалась, не исчезала. Она просто модифицирована для того, чтобы получить к ней доступ, вернуть контроль над ней. Нужно заплатить мошенникам определенную сумму. И чуть дальше подробнее на этом остановлюсь. Какие причины основные возникновения этих опасностей? В основном, конечно, это человеческий фактор, очень широкое понятие, куда можно включить все, что угодно. И технический фактор – это несовершенство программного обеспечения, техническое обеспечение, все то, что от нас практически не зависит. Мы покупаем готовый продукт, это программное обеспечение, или роутер мы ставим себе дома, маршрутизатор. И мы не в силах на 100% повлиять на то, как производитель качественно сделал, какие уязвимости в нем есть, насколько он будет работать корректно и не даст доступ к нашей информации к зло-мышленникам. Когда мы максимально ясно осознаем, как важна нам наша информация? Когда мы теряем контроль над своей информацией. Это очень важный пункт, потому что мы все живем статично, мы садимся за компьютером, мы всегда ожидаем увидеть там то, что оставили вчера. Ярлочки, информация, файлики. И нам не приходит в голову, мы, конечно, знаем, что с кем-то случались какие-то проблемы, нам не приходит в голову, что это может случиться с нами, что жесткий диск может выйти из строя, что система может быть скомпрометирована, и файлы ваши могут быть заражены, зашифрованы, удалены, или скачаны зло-мышленником, и не применяем это к себе. Это такая интересная особенность человека, идти по пути минимального сопротивления. Ведь повседневное удобство – это наше все. Нам сложно вводить пароль каждый раз, вводить за компьютер, потому что, если так подумать, ну вот несколько тысяч раз я введу пароль. Там несколько тысяч дней подряд. А сколько угроз в это время на меня свалится? Я же об этом не узнаю. Я об этом узнаю только, если пароль не будет. Поэтому эта рутина ежедневная, безопасность, она, конечно, сильно очень напрягает, и многие люди, которые даже пытаются, как-то вдохновляются, начинают применять инструменты, позже расслабляются, идут по пути меньшего сопротивления, делают так, как им удобно. Считают, что шифровать диск – это медленно, чуть позже мы об этом поговорим. Делать резервные копии – это долго и дорого. А уж разработка и исследование политики безопасности – это вовсе излишний труд. Мы вот так с коллегами договоримся, и все все понимают, все взрослые люди. Какие вопросы стоит себе задать, чтобы побудить себя, чтобы начать что-то делать? Хотя бы с минимальных действий по защите своей информации. Вопрос в следующем. Сколько стоит ваша информация для вас? Как бы вы оценили в денежном эквиваленте? Если бы с вами случилась та самая ситуация, которая вот с одним научным сотрудником, что всю вашу информацию взяли в заложники и сказали, у тебя есть вариант заплатить денег, и мы тебе ее вернем. Там, 10 тысяч рублей, 100 тысяч желудка рублей, миллион рублей. Вот для себя такую цифру нужно озвучить. Причем эта информация может быть как цена только для вас, например, личной фотографии, если речь о личном использовании, или эта информация корпоративная. Все имеет свою цену, хотя бы ориентировочно в голове ее нужно держать. Какие ресурсы вы затратили на то, чтобы эту информацию создать? Это может быть диплом, научный труд, какой-то проект. Сколько времени понадобится в случае уничтожения информации на восстановление? Это все тоже очень сильно мотивирует к тому, чтобы принимать действия по сохранению информации. И, что немаловажно, какие ресурсы необходимы для нейтрализации последствий утечки информации в чужие руки? Часто это страшнее, чем уничтожение несколько раз в несколько порядков. Далее, когда вопросы заданы, можно спросить также себя, а какие меры безопасности приняты на сегодняшний день? Какие ресурсы на это затрачены? Насколько меры безопасности сопоставимы с ценой информации для вас? Ну, условно говоря, да, у меня стоит пароль на вход в операционную систему. И когда я схожу от компьютера, экранная заставка через три минуты блокирует аккаунт. Или нет, у меня этого нет, мне сложно это сделать. Я вообще геймер, и у меня никакой важной информации на компьютере нет. Абсолютно неважно, что станет с компьютером завтра. Какие ресурсы на это затрачены? Ресурсы могут быть как денежные, это развертывание, допустим, полноценной системы резервного копирования, ставится хранилище, настраивается программа на обеспечении, и хранилище там раз в неделю получает резервные копии с вашего компьютера, компьютеров. Ресурсы могут быть чисто временные, потому что любая система безопасности, она несет за собой некие расходы, как материальные, так и временные. Ввести пароль, ввести код неправильный, ввели, забыли пароль. Что-то еще это всегда замедляет, это всегда раздражает, и это часто как раз приводит к тому, что люди просто снимают пароли. Насколько меры безопасности сопоставимы с ценой информации для вас? Ну, вот здесь как раз нужно сравнить ту цифру, которую вы получили ранее, сколько бы стоила моя информация в случае ее потери, уничтожения, попадания в чужие руки, и сколько я затрачу на то, чтобы ее сохранить. Далее, после того, как вопросы заданы, следующий вопрос. А что же все-таки делать? Как уберечь свою информацию от уничтожения? Самый простой, самый действенный способ это резервный кофе. Вот ровно на то, насколько он простой, ровно на то удивительно, как люди им пренебрегают. То есть случаев, когда мне приносили ноутбук со слезами на глазах, где же вся моя жизнь, а там выходит из строя жесткий диск. Ну, если не сотни, то десятки точно. Ведь все очень просто. Простые правила. Важную информацию обязательно дублировать в двух независимых местах хранения. Что такое независимое место хранения? Если вы делаете резервную копию на своем компьютере с одной папки диска C на другую папку диска C, это не считается независимым. Если вы делаете копию на другой жесткий диск, чуть лучше в пределах одного компьютера, но это не считается независимым. Если вы делаете резервную копию в облако, можно считать, что это практически независимо. Отдельный вопрос, насколько данные в облаке доступны или недоступны для чужих рук глаз. Но мы сейчас говорим о сохранности информации, для того, чтобы она была сохранна. Будем считать на данном этапе, что это Яндекс.Диск, Яндекс.Диск, Гугл.Диск, Майл.Ру, Облако или Дропбокс, может быть все что угодно. Очень важная информация должна храниться в трех зависимых местах хранения. Чуть позже мы поговорим о том, как это организовать. Важны периодичность и время хранения резервных копий, которые зависят от данных. Условно говоря, человек может настроить автоматическое резервирование копирования данных и забыть про это. А когда вирус-паразит зашифрует его файлы, автоматическое резервирование перезапишет хорошие копии на новые уже зашифрованные. Такое было. И человек получал, что у него во всех своих резервных копиях тоже информация негодна к восстановлению. Соответственно, зависимо от того, какая информация, важно время накопления ее до резервного копирования. Если это база 1С, которую у вас ведет бухгалтерия, если оборот достаточно большой, то есть множество транзакций проходит, то стоит делать это раз в сутки ночью, например. Если это операционная система у вашего, то, например, стоит рассмотреть возможность еженедельного резервного копирования. Как правило, программы, которые занимаются резервным копированием профессионально, специально для этого выпущены, они предлагают по умолчанию различные профили. История копии имеем в две точки. Это значит, что нужно исключить вероятность следующего события. В субботу вы вечером заразились какой-нибудь ряне вирусом, неважно, зашифровали диском. В воскресенье ночью сделана резервная копия уже испорченной системы. В понедельник вы обнаруживаете, что и текущая ваша система, и резервная копия оба непригодны к использованию. То есть должно быть хранение как минимум двух точек восстановления. Периодический контроль автоматического резервирования. Если вы настраиваете резервирование в автоматическом режиме, то обязательно проверять. А в порядке ли вы резервные копии? Стоит это делать тоже не менее чем раз в неделю, потому что часто бывает, неоднократно сталкивался, что «Ах, у нас все сломалось, а где же наши резервные копии?» Программист настроил. Заходишь на сервер, папка отмонтирована, копий нет. Последняя копия – трехмесячная давность. Все. В бухгалтере за три месяца потери. Далее непосредственно к инструментам. По резервному копированию здесь все просто, потому что вы просто можете руками взять, копипаст в одну папку, важную для вас, копировать за одно место на другое. Есть встроенные инструменты, допустим, в Windows – это инструменты резервного копирования, встроенные в базовую версию. В чем минусы? Ну, достаточно такая неповоротливая система. Она не сжимает архив, не сжимает возможности шифрования. Информация содержится после резервного копирования не в одном файле, который удобно перемещать и удобно манипулировать с ним, а в множестве файлов с различными расширениями, которые неудобно хранить. Кроме того, размер архива вот здесь сейчас показан 86 гигабайт. Другие инструменты позволяют тот же самый архив быстрее создать размером 45 гигабайт, то есть гораздо эффективнее и средство. Тем не менее, за неимением средств подойдет и оно. Я бы рекомендовал использовать продукты компании Acrovis. Это на рынке компании уже с 2002 года. Есть различные у них инструменты по работе с данными. Основные возможности – это резервное копирование и все, что с ним связано. По расписанию на различные источники, в сеть, в облако, сжимает образ на лету. То есть копирование примерно 100 гигабайт информации у меня занимает в районе 20 минут. То есть делается практически моментально. Шифрование образа и различные методы хранения. Понятно, что если у нас 100 гигабайт важной информации, то хранить несколько копий очень накладно. Acrovis позволяет применять методы инкрементного и дифференциального копирования, когда создается вначале один образ ваших данных, а в дальнейшем анализируются ваши данные актуальные с тем, что уже сохранено. И дописывается только разность. Тем самым очень сильно экономится место. Кроме того, Acrovis в продукте, о котором я говорю, это Acrovis True Image. Он содержит бесплатные утилиты, которые идут таким приятным довеском. А это Trial Decide позволяет эмулировать рабочий стол, изолированный от самой системы, для проведения каких-либо опытов. Ну, страшную программу какую-то запустить. Не могу рекомендовать его к непосредственному использованию на своей рабочей машине, потому что все же экспериментировать лучше на отдельной машине, не связанной с вашей работой. Но, тем не менее, утилиты бесплатно ничего не стоят. Очистка системы – это модуль, который очищает следы работы, дырает куки, последние открытые файлы, истории в браузерах. Кроме того, важная очень функция очистка свободного места. Когда вы удаляете файлы какие-то, в том числе из корзины, операционная система помечает область на жестком диске, что она свободна. Но, тем не менее, данные на жестком диске физически не изменяются. Таким образом, можно вытащить данные достаточно просто утилитами и воспользоваться ими. Но это очень часто используется для восстановления на флешках фотоаппаратов, когда показывают, что демонстративно все данные удалены, но, тем не менее, дома можно прийти и восстановить. То же самое на жестких дисках. Клонирование диска – это модуль для полного копирования диска, быстрый и удобный. Добавление нового диска не представляет своего интереса. Есть встроенная операционная система, функции такие же. И Acronis Drive Cleanser – это удаление всего и вся без возможности восстановления. Например, если нужно отдать кому-то жесткий диск, который ранее у вас использовался под важные данные. Эта утилита сделает так, что никаких данных с него сочетать будет невозможно. Далее, где хранить резервные копии? Принципиально на другом физическом устройстве хранения, желательно в другом помещении. Если к нам приходят нежелательные гости и выносят нашу технику, то здорово, конечно, чтобы у нас остались резервные копии наших данных. не только в тех коробках, которые они унесут, но и в другом месте, откуда мы их можем быстро восстановить и восстановить свою функциональность. В том числе стихийные бедствия, пожары, наводнения, когда техника физически уничтожается, хранение данных, например, у соседа, некоторые так договариваются и делают взаимные резервирования, позволяют этого избежать. Идеально для цели хранения резервных копий и вообще этой хранения информации подходит железное хранилище, лидеры сейчас по производству Кунап Синологи, ну, Vesta Digital, наверное, на третьем месте. Это такие коробочки, куда вставляются жесткие диски, которые обладают полным функционалом для хранения данных, поддерживают RAID на различных уровне. То есть помимо того, что вы храните там резервные копии, сами диски могут друг друга резервировать, быть настроены таким образом, что из двух дисков делается один, и информация на них полностью дублируется. Я бы рекомендовал использовать именно такой вариант, называется RAID-зеркало, потому что более сложные версии RAID, которые поддерживаются этими устройствами, пятая RAID, есть у Синологи, по-моему, у Кунапа тоже свои какие-то придуманные RAID, не позволяют быстро восстановить информацию в случае выхода из строя самого хранилища. Каковы затраты на хранение информации, если использовать резервное копирование? Есть несколько вариантов. Дешевый вариант – это купить обычный переносной жесткий диск, который продается в любом магазине. На сегодняшний день цены за 500 гигабайтную версию жесткого диска – это порядка 3500 рублей. И можно руками, можно встроенными средствами операционной системы сохранять резервные копии важных документов с той периодичностью, которая вам нужна. Утого примерно 3500 рублей, и вы уже защищены хотя бы одной резервной копией. Есть дорогие варианты, я бы рекомендовал рассмотреть их, если у вас есть несколько сотрудников, несколько компьютеров. Это покупка той самой коробочки. У нас система хранения данных. Сама коробочка стоит вот 15000 рублей. Производитель не принципиальный. Все обозначены ранее, они достаточно качественные. И двух жестких дисков, например, 5 терабайт – он порядка 10 тысяч рублей. Подчеркну, что использование, я рекомендую все-таки в Мирор режиме, потому что все другие режимы либо влияют на производительность в большую сторону, но в случае использования этого хранилища не столь принципиально. Узкое место именно процессор этой коробочки. либо усложняют доступ к информации в случае каких-то проблем с программным обеспечением самого хранилища. И само программное обеспечение, Acronis True Image, стоит порядка 1900 рублей. Итого 26900. Опять же, стоит вспомнить, сколько стоит ваша информация, сколько стоит его установить, сколько стоит ее потеря для вас. И оценить, на что вы способны. Может быть, для тех, кто использует компьютер, я сейчас не про активистов говорю, а в целом только для игр. Абсолютно не нужно резервное копирование, хоть каждый день ставь новую систему, запускай Steam и играй. Далее, про утрату сказали. Про скачивание и использование заложники вашей информации. Ну, это целый большой мир, где новые уязвимости находятся каждый день, где новые программы выходят каждый день. очень динамично развивающиеся, поэтому невозможно дать однозначных, ежедневных таких, каждодневных рекомендаций, что нужно делать, и чтобы все у вас было хорошо, чтобы вас никто никогда не поломал. Я мог сказать, что это просто невозможно. Поэтому общие рекомендации, следующие, общие, безусловные, от которых точно зависит ваша безопасность. Лицензионная и обновленная операционная система. Почему лицензионная? Ну, во-первых, потому что пиратство это нехорошо, а во-вторых, потому что если вы ее не сами сломали, значит, ее сломал какой-то пират, злоумышленник в распространении. Что он туда добавил, что он монтировал такие модули, вы знать не можете. Доверять неизвестному человеку, ну, это как покупать лекарства, не в аптеке, а с рук на улице. Обновленная, ну, потому что постоянно находится уязвимость в вибрационных системах и ее модулях, и производитель, после того, как уязвимость обнаруживается, пускает обновление для того, чтобы эту уязвимость прикрыть. То есть не важно, что у вас там Windows 7 сейчас стоит, Windows 8 или Windows 10, все обновления на нее должны стоять. Иначе эта система, ну, нужно понимать, что она уязвима. Пароль на вход в операционную систему, блокирование аккаунта в операционную систему при покидании консоли. Для чего это нужно? Все, о чем мы будем дальше говорить, о шифровании данных, о сохранности данных, она, в принципе, бессмысленна, если злоумышленник получает физический доступ к вашему компьютеру. Быстро получить физический доступ к вашей операционной системе, если на ней стоит пароль, не получится. Возможно, но для этого понадобится там минут 10-15. Поэтому пароль, он не панацея, но он позволяет защититься именно от такой быстрой молниеносной атаки, когда вы отошли и отвернулись, а мимо проходящий человек, или специальный ожидающий, смог попасть в консоль клавиатуре мыши на экрану у вашего компьютера. Далее, лицензионный обновленный антивирус по тем же самым причинам, иначе неизвестно, кто его ломал, что его туда встроил. дает даст уменьшает уменьшает риск получения вредоносного ПО и вероятность взлома из нее. Что такое антивирус, я думаю, все знают. что такое Firewall это программа, которая дополнительно контролирует ваши сетевые соединения. Смотрит, какие модули вашей операционной системы, что запрашивает снаружи, смотрит обращение к вашему компьютеру, и в случае какой-то подозрительной сетевой активности либо блокирует, либо оповещает вас, либо делает и то и другое. Шифрование. Ну, набирающий обороты способ защиты информации, он служит в основном для того, чтобы избежать доступа к информации, когда у вас взимают технику, например, либо для передачи сообщений по почте. либо при передаче каких-либо файлов, изображений или документов. То есть, если у вас применяется шифрование на компьютере и вы от компьютера отошли, а пароль не стоит, то, в принципе, шифрование не столь важно, потому что, имея доступ к консоли, скорее всего, можно будет получить доступ даже к зашифрованной информации. Ну и, конечно, как общая рекомендация это использование головы, использование врожденной аккуратности и осторожности, потому что подавляющее большинство взломов операционной системы, подавляющее большинство потери информации, в случае потери информации, идет именно от ошибок человека. Самый распространенный способ заражения вирусами на сегодняшний день, по моему опыту, это получение письма, надо сказать, что злоумышленники тоже научились грамотно формулировать письма и заманчиво ставить туда ссылочки. Например, те люди, которые попадались в последний раз на шифровальщика, открывали письма от знакомых адресатов, которые содержали следующее послание, что акт сверки во вложении по бухгалтерии такой-то организации, которая была им знакома. Это значит, что вирус при заражении, как говорят, адресную книгу используют для дальнейшего своего распространения. То есть не запускать незнакомые файлы, проверять антивирусом флешки, а лучше не использовать незнакомые флешки. А вот если просто письмо открыл, а файл не открыл, то все равно можно заразиться? Если просто письмо открываете, заразиться в общем случае нельзя, если у вас обновлена операционная система. Да, главное, посмотреть письмо можно, главное не открывать файлы, даже если они выглядят как будто бы, как картинки. Даже если они написаны, вот тот научный сотрудник, который подцепил шифровальщика, он увидел, там же есть зеленая надпись, вирусов нет. Ну то есть, да, человек доверчивый. Странно было бы, если там было написано, вирусы есть, да, и он запустил. Естественно, злоумышленники пишут, что... Владимир, а просто к этому вопросу, переход по ссылкам, он же тоже очень опасен. да, конечно. При браузинге обычно через браузеры, интернет-эксплорер, неважно, Chrome, Mozilla, даже Safari, важно смотреть, куда, какой ресурс вас посылает. Важно смотреть сертификаты безопасности, чтобы там не стояло красного крестика, чтобы система вас предупреждала о действительном сертификате, не было ошибок сертификата. То есть, это общая грамотность, это общая аккуратность, общая осторожность. В принципе, статей на этот счет много в интернете, можно на той же самой Википедии, на том же самом Хабри-Хабри. Много что прочитать. Далее. Начинаем с шифрования. Есть замечательная одна программа, которая унаследовала функционал и расширила его другой программы, которая называлась TrueCrypt. Называется она VeraCrypt. Для чего она нужна? Программа шифрует данные, если коротко. Позволяет полностью зашифровать ваш жесткий диск, и вы будете с ним работать, как будто бы он не зашифрован, для вас все будет прозрачно. Но, тем не менее, если компьютер выключить, попытаться его включить, с вас запросят пароль. в случае не введения пароля на этап загрузки, доступ к вашим данным получить практически невозможно. Я говорю практически, но это очень маленький процент, и если вы интересны уж очень серьезным людям, с очень серьезными инструментами, то, конечно, можно достать и зашифрованную информацию, в большинстве случаев. Ну, это мы уже на уровне спецслужб государства говорим. Значит, возможность баланкистского шифрования на лету, когда полностью дискомпьютер шифруется, вы работаете, как еще не бывало, очень удобная функция, очень удобный инструмент, потому что, в случае, допустим, если у вас ноутбук, там, взимают на границе, приходят к вам домой, взимают компьютер, то, в общем случае, ничего с вашей информацией сделать невозможно. Ее невозможно прочитать, в общем случае. Шифрование контейнера. Можно не шифровать весь компьютер, а использовать отдельную область, ну, как файлик такой, отдельная папка, которая будет зашифрована. Там будет храниться самое важное, а все остальное будет в незашифрованном виде. Для Windows возможность создания скрытой, отрицаемой копии системы, а и отрицаемое шифрование. Ну, это, опять же, уже шпионская такая фича, что, если вы шифруете что-то, то, по идее, вам есть что скрывать. И вот эта программа позволяет сделать грид, как будто бы ничего не зашифровано. То есть, шифрование отрицается. Невозможно определить на жестком диске, какая область зашифрована, а какая просто набор данных. Тем самым, никто не будет вас пытать, чтобы вы выдали пароль на шифровании. Далее, уязвимости. Ну, это уже такие технологические вещи. В принципе, поскольку ключи на дешифрацию хранятся в оперативной памяти, возможно достать оттуда эти ключи, если очень крутые эксперты с оборудованием застанут ваш компьютер включенным. так можно сказать. И, естественно, шифрование диска, оно не поможет, если сзади у вас человек встанет с камерой и будет снимать, что происходит на мониторе, он все увидит. Или будет стоять перехватчик клавиатурный в виде вируса, который будет передавать все, что вы набираете на клавиатуре. Ну, есть различные способы. Можно поставить на провод ноутбука специальный передатчик, который будет передавать все, что передается на мониторе. так же и сверкалить. То есть, понятно, что это не банацея, но инструмент очень удобный. Далее. Для тех, кто боится, что зашифрованный диск будет медленным, работать медленно. Это было актуально действительно, может быть, 10 лет назад. Вот последние тесты, которые я произвел в Курду Адуа, это процессор примерно 7-летней давности, компьютер 7-летней давности. Скорость вращения к диску зашифрованного раздела в среднем 107 мегабайт в секунду. Это примерно на пороге быстродействия обычного жесткого диска. То есть, по потере скорости при шифровании АЭС, который рекомендуется, вы не заметите. В случае использования более беснодействующих компьютеров Core i3, тоже не самой мощной, не самой новой модели, скорость шифрации 340 гигабайт в секунду, это уже уровень современных компьютеров SSD. То есть, опять же, ну и если вы используете последние процессоры, последние относительно, то есть это 4-летней давности, то скорость, которая поддерживает аппаратное шифрование, есть такие модули, то скорость возрастает практически в 10 раз, 4-3 гигабайта в секунду. То есть, вы абсолютно не замечаете зашифрован, не зашифрован. Работать очень комфортно, никаких проблем не возникает. Далее. Что касается шифрования жесткого диска Veracrypt, рекомендую. Очень классная программа. По поводу шифрования. Да, да, да. Из того, о чем мы говорим, вот только Acronis, он просит денег. Ну, действительно, очень качественные продукты недорого стоят. А все остальные вещи, они бесплатные. И... Да. Вы поясните, пожалуйста, если диск жесткий зашифрован, пойдем храниться в реке через того, ну, скажем, допустим, флайл, может быть. Если вот проект по электронной площади, который может быть, он получателю придет зашифрованный или нет? Нет, конечно, он придет не зашифрованный. Да. Зашифрованный он только для тех, кто не знает пароль к вашему жесткому диску и при выключенном компьютере включает его, увидел пароль, вытащил жесткий диск, вставил к себе в компьютер, там информация зашифрована. Если вы загрузились в операционную систему, то доступ ко всем файлам того человека, кто знает пароль, кто сидит за вашим компьютером, он стопроцентный. Он может скопировать все, что угодно, послать по почте, скачать на жесткий диск, сделать архивную копию, и информация, которая там будет задержаться, она будет не зашифрована. По поводу шифрования почты. Есть очень удобный плагин, MileGlob, который ставится для Chrome и Firefox, к сожалению или к счастью, для Internet Explorer нет, который позволяет шифровать почту при использовании веб-интерфейса. Для меня это очень удобно, потому что от почтовых клиентов я отошел, это позволяет не привязываться к компьютеру очень давно, и с тех пор по традиции использую Chrome как почтовый браузер. Очень простой плагин, есть на русском языке, он бесплатный, скачивается, вставляется отдельная кнопочка в Chrome, генерится ключевая пара, два ключа, первый публичный, второй приватный. Публичный ключ вы можете рассылать кому угодно, он нужен для того, чтобы человек мог для вас зашифровать информацию. А приватным ключом вы с помощью пароля эту информацию можете расшифровать. Чуть-чуть дальше, я думаю, что мы более подробно потом поговорим. Минусы. Бесполезно шифровать до кого-либо информацию, если он не может ее расшифровать. То есть, если вы с кем-то общаетесь, то шифрование должен использовать как ваш оппонент, клиент, так и вы. То есть, само шифрование имеет смысл, если вы договариваетесь с кем-то, с группой людей о том, что вы используете шифрование. Если шифрование никто кроме вас не использует, то, соответственно, шифрование бесполезно. То есть, этот плагин или аналогичные должны стоять как у вас, так и у тех, с кем вы обмениваете почты. Далее. Есть не самый такой простой, не самый, на мой взгляд, стабильный работающий инструмент GPG-2Win 4Win Этот инструмент позволяет шифровать конечные файлы, ну, например, я хочу шифровать какую-то картинку или текстовый документ и отправить ее по почте вложениям, к примеру, или просто передать на флешке. Опять же, для того, чтобы вы могли это делать эффективно. Тот, кто принимает этот файл, должен его шифровать. То есть, у него тоже должен стоять подобный или аналогичный инструмент GPG. Значит, тоже абсолютно бесплатный инструмент. Скачать можно здесь. Содержит себе ядро. Ну, не поставить его нельзя, он непосредственно ядрой шифрует. Содержит себе две графические оболочки для управления ключами Cleopatra и GBA. Я пользуюсь Cleopatra, но это не принципиально, они примерно одинаковые. Плагин для Microsoft Outlook. Не могу дать никаких рекомендаций по его использованию, скорее дать рекомендации по неиспользованию. И интересный плагин для Microsoft Explorer. Это обычный проводник в Windows. Что он делает? Он встраивается в оболочку, и когда вы правой кнопкой кликните по любому файлу, вы имеете возможность его зашифровать. Собственно, ваш партнер, с кем вы обмениваетесь файлами, имея точно такой же плагин, правая кнопка может его расшифровать. Далее. Когда начал развиваться интернет, у нас было несколько аккаунтов. Ну, как правило, это почта, какие-то там платежные системы, два, три, четыре, пять. Когда я поставил этот плагин, я спустя некоторое время, когда все мои аккаунты стали к нему привязаны, попытался подсчитать, сколько же у меня аккаунтов в различных источниках. Оказалось около 120. По хорошим манерам компьютерной безопасности, все пароли на эти 120 аккаунтов должны быть разные. определенной длины, там сочетаются большие и маленькие буквы, регистр, специальные символы. Понятно, что запомнить 120 паролей физически невозможно обычному человеку, волшебнику. Для этого придумали, в частности, LastPass. Есть другие менеджеры паролей, я остановился на нем. А что он делает? Ну, судя по названию, они так себя и позиционируют. Этот инструмент позволяет вам запомнить один пароль, мастер-пароль, хранилище паролей, и манипулировать уже им. Эта утилита такая двойственная по своей сути, можно сказать, что она больше для удобства, чем для безопасности, с одной стороны, но с другой стороны, она позволяет держать сложные пароли, которые вы точно не запомните нигде, в надежном месте. Позволяет генерить пароли, создавать их сложными. Кроме того, есть очень такая приятная мне функция, в случае наличия этого плагина в браузере, а плагины есть практически для всех браузеров, эта утилита автоматически вводит пароль за вас. Она видит формулу заполнения и логин-пароль, и если у нее в базе этот аккаунт есть, она проставляет и логин и пароль за вас. Вы только нажимаете клавишу ОК. Спросите, а если его на флешку ставишь, кто-то может его угромить? На флешку ставишь, ну это плагин в браузере, он как бы в браузере-то ничего не хранит. Его... Сам менеджер паролит? Да, он сам в себе ничего не хранит, в явном виде, то есть там не откроете просто так, не увидите список паролей. Есть уязвимость, если вы зашли в плагин, ну авторизовались и ввели свой пароль, то в принципе человек, опять же, подойдя к вашему компьютеру, может посмотреть, сойти в хранилище ваших паролей. Вот, но это опять же вопрос безопасности операционной системы, нельзя подпускать человека к компьютеру, когда вас нет, обязательно должен ставить пароль. Вопрос удобства, вопрос безопасности. Была история небольшая с комправитацией LastPass, но там, по-моему, крали хэши, то есть зашифрованные пароли. Была рекомендация сменить мастер-пароль свой, но, насколько мне известно, никаких последствий это не имело, не было данных о том, что вот именно через LastPass утекали какие-то пароли. Собственно, эта программа позволяет исключить ситуацию, что вы какой-то пароль забыли. Это тоже неприятно. Восстановление, иногда доступ к почтовому ящику теряется, иногда вы меняете мобильный номер, после этого большие проблемы с восстановлением доступа к какому-то аккаунту. Здесь все пароли ваши в одном месте. Это как и плюс, повторюсь, так и некоторые дыра безопасности. Я для себя счел, что я могу им пользоваться, для меня удобство, поскольку аккаунтов много, превыше возможного взлома, потому что у меня такие условия работают. Я пока себе могу позволить еще. Ну, минус, очевидно, да, о котором мы уже проговорили. В случае компрометации LastPass, ну, большие проблемы. То есть все ваши пароли утекают. В случае физического доступа к консоли, которую вы не заблокировали, можно попасть в хранилище пароли и посмотреть ваши пароли. Далее. Инструмент политика безопасности. Вот когда мы говорим про безопасность и говорим о каких-то инструментах, говорим о том, что стоит делать, а чего не стоит делать, мы, как правило, говорим это разово. Это может быть на конференциях, на встречах. В случае конкретной компании это может быть встреча с руководителем, на каком-то мероприятии, но очень редко кто, я не имею в виду крупные компании, там все поставлено на поток, я имею в виду компании небольшие, особенно когда это НКО, очень редко кто держит за правило при принятии новых сотрудников подписывание политики безопасности. То есть, что человек должен делать с компьютерами, а чего делать не стоит. что пароль на аккаунт в операционной системе должен быть обязательный. Об этом знают все, но многие пренебрегают. Что автозапуск с носителей, будь то флешки, будь то подключенные мобильные жесткие диски или сидеромы-дивидеромы. Автозапуск должен быть отключен. Это позволит сбежать заражения. Что операционная система должна регулярно обновляться, что антивирус должен регулярно обновляться. Это все все по отдельности знают. Но когда случается какой-то провал-сбой, все говорят, ну мне так было удобно, а я не знал, и почему я должен вообще это делать, мне никто не говорил. Для этого нужна, конечно, политика безопасности. Могу сказать честно, в моей организации порядка 30 человек, конечной политики безопасности не выработаны. И существуем мы пока еще без каких-либо серьезных утечек информации, мне это кажется. не только потому, что в спецификах организации мы набираем подготовленных людей, и они сами по себе уже имеют культуру по отношению к сохранности информации. Безусловно, политика безопасности нужна, это очень простой инструмент, но очень действенный. Собственно, по обзору инструментов, по-четвертому, поподробнее может быть. Ну, это такая, среди айтишников уже идут шутки, уже не шутки, уже с бородой, по поводу вообще Mailer Group и тех продуктов программных, которые они выпускают. Никому не в обиду, но я в свое время сам ходил по пользователям, по людям, пользователям интернет, и была такая примета, что если ты видишь Mailer Group агент, то на системе 100% есть вирус. Ну вот, она срабатывала на 100%, поэтому и сейчас у многих отношений именно такое. Очень дырявое, не знаю как сейчас, но на протяжении многих лет, приложение, через которое возможно была компрометация заражения системы. Кроме того, она использовала для своей установки такие моменты, что ты ставишь сторонние программы обеспечения, которые тебе интересны, и если ты не снимешь галочки, начало это Mail.ru, то поставишь и Mail.ru, и браузер еще, и себе там 10 игр, и еще не понятно что. Вот началось это с Mail.ru, и это значит, что пользователь просто невнимательно смотрит, куда он кликает, и вдовесок к тому, значит, ставит и остальные программы так же аккуратно. потом вычистить их, вычистить их оттуда. Вы знаете, если система скомпрометирована, то есть там вирусы уже есть, то лечение, вот вообще лечение вирусов, это вещь очень спорная. Не, я имею ввиду вот этих Mail.ru, всяких добавок, примочек, которые сам вирусом не являются же? Нет, Mail.ru сам вирусом не является. Mail.ru это большая группа. Сама программа вирусом не является. Я лишь говорю о такой шутке айтишников, которая распространена, и действительно, те методы, которые использует Mail.ru.ru для разработки своих программных вещей, вызывают очень много вопросов. Да, слушаю. Академия 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 Телевизионная Когда вышел репортаж, а на заднем плане человек, плода сказок, вот таким шрифтом пароль. Я не знаю, для кого это вот, но вот таким шрифтом пароль. Это как-то так, вот я был в Mail.ru.ru неделю назад тоже сфотографировал, сидит охранник. Вот бумагу, даже А3, по-моему, специально, где они такую нашли, написаны логины и пароль. Такие вещи везде они постоянно, и я поэтому и начал с мотивирующей части, то, что люди все-все понимают, Не давайте пароль своим чужим людям, храните в безопасном месте, ставьте пароль на операционную систему, шифруйте операционную систему, не кликайте по непонятным ссылкам. Все все понимают по отдельности, но то, что люди делают потом, ну это никак не вяжется. Поэтому вот такой диссонанс, он мне уже понятен сейчас, я просто принял, что он есть, но как-то с этим надо бороться. Это вопрос культуры, это вопрос такой гигиены информации, потому что мы не так давно относительно в историческом плане там начали мыться периодически. А что говорит о том, что сама информационная технология дошла от 10, 15, 20 лет в основном массу, она в России во всяком случае пришла в течение 20-летнего периода до массового потребителя. Естественно, люди не понимают, что с этим делать, как с этим работать.